Всем здарова, дорогие друзья! С вами как всегда, и мы продолжаем играть в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile проходить башню этого колдуна. Всё время забываю, как она называется. Давайте мы загрузим, собственно, предустановочку. Башня колл, башня колл. Да, хочу сохранить. И теперь бы я хотел немножко заменить снаряжение. Потому что нам с вами в предыдущей серии выпал Эпик, и я бы хотел немножечко, так сказать, изменить сборку. То есть штык, конечно, хорошо, но мне кажется, что всё-таки Тэйкокаги, а не сколько дают Тэйкокаги? 40% увеличения урона. То есть, по сути, больше, чем Молот Гнева. Но при этом... Ну, они не дают повышение атаки, вот в чём минус. О, у меня есть перчатки Саламандры, оказывается. Я даже не знал кольцо у меня второго. Тоже, кстати, неплохие уже бонусы имеют к атаке, но пока ещё недостаточно, я считаю. Так что я, наверное, поставлю только Эпик. Сейчас его найду только. Так, вот у нас Эпики, и вот, собственно, Эпик на Рептилию. Стального вместо этой фигни. И поехали с вами сразу же в бой. Всё остальное, в принципе, оставляем так же. Надо быть потом предустановочку подредактировать и сохранить нормально. Как обычно, почему-то долгие очень загрузки в башне. И почему-то сама игра сильнее тормозит во время боёв. Именно боёв в башнях. Я не знаю, с чем это связано и почему это так работает, но это так работает. И причём, в основном, это работает только при записи. Когда я играю вне записи, у меня никаких лагов вообще вот таких вот нету, да, как вы видите. Какие-то притормаживания непонятные. Вот вы сами видели, да, то, что когда я играю в испытания различные, у меня так сильно игра не лагает. А вот здесь почему-то, блин, она лагает. И Эпик знает, почему именно в башнях она притормаживает. Мне кажется, это как-то связано с тем, что разработчики используют какую-то программу против читеров. Ну или скрипт какой-то против читера, чтобы нельзя было выбить снаряжение. Накрутить, точнее. И мне кажется, это типа вот... Из-за этого она притормаживает. Хотя я, правда, не знаю, зачем это прям во время боя делать такую шнягу. Для начала пройдём с вами обычную башню. Потом начну проходить уже фатальную. Так, против нас, Кун Лао. Сразу же от него избавляемся. Затем от Танюхи. Ну и давайте через первый спецприём добьём Сабыча. Мне иногда кажется, что урон стал ниже. То есть, даже несмотря на то, что я взял Эпик, который прибавляет плюс 50% к атаке, из-за того, что криты стали слабее и реже стали вылетать. А основной урон у Скорпиона из-за этого тоже стал слабее. Так, поехали дальше. Тёмная магия, кстати, у нас ограничение неприятное такое. Но мне кажется, что тут вне зависимости от того, какое ограничение в первой башне, в любом случае, проходить любого из противников достаточно просто. Ну, кроме, соответственно, боссов, с которыми мы встретимся, я не знаю, сегодня-не сегодня, я что-то особо не посмотрел, сколько у нас боёв до босса осталось. Ну, можно будет глянуть после этого матча, какой у нас бой. По сути, босс должен быть на 70-м, да? Да, блин, я не успел... Я нажал, короче, знаете, куда я нажал на спецприёмную? Я нажал между, короче, первым и вторым. То есть, я чуть-чуть совсем промазал. Я нажал, как бы, пальцем, но не туда нажал, куда надо было. Так. 3100, окей. Давайте отправимся в следующий бой. Дублёр Джонни Кейдж, Комбат Кап Сони и Кибер Джеки Брикс. Да, по сути, 64-й бой сейчас. То есть, на, получается, 70-м должны быть боссы. То есть, сегодня мы ещё с боссами сразимся. И при этом мы закончим с вами, по-моему, на 75-м сегодня. А это значит, что и на... В следующей серии, скорее всего, тоже будет босс определённый. Какой-то. А может быть, и не один босс, а несколько. Не знаю, как пойдёт. Так, поехали, разберёмся с Джонни Кейджем. Блин, Соня Блэйд Комбат Кап неприятно, конечно. Ещё и не сработала на неё заморозка. Тоже не очень приятная тема. А вот на Джеке уже сработало. Это пассивка на ручей. То есть, при попадании в блок противника обычными ударами, есть шанс заморозить его. Так, хорош. А это, по-моему, работает только на базовые атаки, то есть, на обычные удары. На спецприёмы вроде бы это не распространяется. То есть, если первым спецприёмом ударить в блок, то, скорее всего, заморозки не будет. Так, двигаем в следующий матч. Минус сразу же, милинка бедная. Так, ну и добиваем барачку. Изи-бризи. Уже, кстати, меньше лагать начало, что, кстати, радует меня. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Возможно, в будущем, конечно, ещё будет лагать. Но, вроде бы, этот матч прошёл достаточно плавненько. Пока ничего особо не падает из снаряги. То есть, просто проводим обычные бои. Но совсем скоро уже должен быть босс. Или, подождите, не совсем скоро, или это только пять боёв было? Я что-то особо не слежу. Да, это только пять боёв было. То есть, а босс будет только через четыре боя. То есть, чем дальше двигаешься по башне, тем ты явнее ощущаешь, что каждый бой идёт дольше, чем предыдущий. Ну, конечно, вот то, что снаряжение эпическое выпало, да. То есть, с одной стороны, это хорошо. Бруталка на рептилию, все дела, типа, прикольно. Но, с другой стороны, вот для самой башни, как бы, 50% атаки, это не так уж и круто. То есть, в некотором роде даже штык получше будет. Потому что у него тогда и криты, и смертельные, сильнее урон наносят. В особенности криты. Потому что здесь, ну, криты гораздо меньше урона наносят, чем со штыком. Да, по-моему, реально стало меньше лагать. Это прям офигенно. Давайте добьём по-быстренькому Соню. Ага, здесь тоже случайная замена, но и срабатывает у меня этот... Как он называется-то? Заморозка от Наручей, Койляна. 2700. Вообще, удивительно, что у меня не лагает сейчас игра. Блин. Мне не покидает чувство, что у меня могла сломаться запись, и стоит её проверить. Давайте я на всякий случай проверю запись, а то мало ли, что-то странно, что она у меня не лагает. Да нет, вроде бы всё нормально. То есть... Вроде бы... Оно просто не лагает. Окей, хорошо, я не против. Запись идёт, как бы. Но мы двигаемся с вами на следующий бой. Так, здесь у нас, собственно, Коталькан. Коталькан бог крови. Сразу от него избавляемся. И теперь пытаемся через первую спицуху, да? Изи. Ну, хотя, смотрите, 53 тысячи урона в блок. По-моему, без Эпика на Рептилию был меньше урон в блок. То есть, как я понимаю, в целом, основные атаки увеличен урон, но если выпадают криты, то урон всё-таки идёт меньше. То есть, потому что именно Штык, он специализируется на увеличение урона от критов на 20%. Ну, хотя, с другой стороны, вполне возможно, и смертельные критические удары тоже стали сильнее. Просто мне кажется, так сказать, что они как будто не особо изменились. А точнее, стали слабее. То есть, кажется мне, что они стали слабее. Но на самом деле фиг знает. Вот. Как-то странно, на самом деле. Предполагать. То есть, как бы, Штык, он даёт 20% криту, к шансу крита, и на 40% увеличивает сам урон от крита. А Эпика на Рептилии даёт плюс 50% к атаке и 150% здоровья. Мне нужен бонус здоровья, потому что боссы, они тоже очень агрессивные. Поэтому мне надо будет от них избавляться. Я имею в виду боссов в фатальной башне. Мы все вернее и вернее. И быстрее и быстрее подходим с вами к боссам в этой башне. 3000 с половиной. Понимаем. Так, следующий бой. Фараон Ермак, шаолинский монах Кудзинь и шакана Воин Кентаро. Это последний бой перед боссом. А дальше останется завалить босса, ну и, соответственно, этот... сыграть ещё 5 боёв. Пока особо крутой снаряги не сыпется. Падает в основном всякий шлаг. Но я надеюсь, что мы выбьем все-таки снаряжение. Как минимум за боссы нам должны вроде бы дать какую-либо снарягу. То есть на 10-м был перс, потом, получается, на 30-м снаряга, на 50-м перс и на 70-м должна быть снова снаряга. По логике. То есть это будет зелёное какое-то снаряжение? Зелёное снаряжение. Добиваем Кентаро и, собственно, Изи Бризи. Так, хорош. Получаем с вами небольшую награду по душам. О, неплохо. Ну, 10 душ, конечно, такое себе, но хоть часть трат на башню восполнит нам. Это хотя бы не монета, это гораздо прикольнее в этом плане. О, Шаукан давно... Я не ожидал встретить здесь Шаукана. Давайте посмотрим, что у него за снаряжение. Это интересно. То есть кого-кого Шаукана не ожидал встретить. 10 уровня слияния Молот Гнева, Пояс Похидителя Душ Третьего и Тайкакаги Дракона Четвёртого. На самом деле фигня. То есть и стов у него не так, чтобы много. Он всего лишь седьмого, не десятого слияния. И при этом у него снаряжение. Ну да, типа Молот Гнева самое опасное, можно сказать. А остальные предметы, но они третьих, четвёртых слияний, эпиков нету. В основном синее снаряжение. Зелёного, конечно, тоже нету, но оно хотя бы не десятого уровня, и поэтому не имеет каких-то дополнительных усилений. А четвёртого уровня слияния снаряжения, думаю, мне не так опасно. У меня у самого есть первый спецприём, поэтому я могу заблокировать ему спецприёмы. Я ещё не посмотрел, какие условия для прохождения босса. А, иммунитет длительному урону и время. Но это вообще изи. То есть ничего серьёзного. У него есть первый спецприём, поэтому лучше сразу заблокировать ему его. А, ну да, точно. Там же есть это. Какое-то из синих снаряжения, оно блокирует тебе спецприёмы при использовании. На Рейне, по-моему, кстати, такая же фигня. Давайте добьём Шаукана и Зибризи. В принципе, 15-16 секунд у нас ушло на бой. Главное, что моему спецприёмы заблокировали, и он уже ничем ответить, кроме обычных, и так не может. Обычные атаки у Шаукана медленные. Поэтому он и не успевает склиниться в мое комбо. Кольцо у Робороса снова мне выпало. Уже, по-моему, третье слияние, да? Да. Потихоньку прокачивается одно из снаряжений. Думаю, ещё пару раз выпадет, и можно будет заменить какое-нибудь из снаряжений наших персов. Может, на Саб-Зиро поставлю, может, на Скорпиона вместо Молотой Гнева, но пока ещё рановато, мне кажется. Нужно ещё пару слияний. Давайте обновим бои. И пойдём с вами в следующий матч. О, мне даже чайка немного осталась. Замечательно. Смогу хоть в перерывах попивать чаёк, пока загрузки вот эти вот идут, пока я смотрю рекламу там, к примеру. Угу. Урон основных атак Х3 у персонажей противника. Ну, у меня, по-моему, тоже урон Х3, такое ощущение. Судя по урону, который я наношу противнику. Ну, пассивка Рейдона неплохо от меня дамажит. Но основные атаки, конечно, до сих пор слабы у него. Ну, а знаете, вот, всё-таки Эпик, наверное, рептилий более полезный, потому что он даёт также бонус к здоровью. А штык не даёт бонуса к здоровью. Поэтому штык, наверное, всё-таки похуже будет, чем Эпик. Нулевого слияния. Тем более, он специально для этой башни. Давайте я восстановлю энергию, мы продолжим. Так, ну, восстановил я более-менее энергию. Поехали дальше. У нас ещё 4 боя осталось. Блин, у нас уже вечер. Всё-таки башня обновляется вечером. Ни хрена не видно, что у меня на столе лежит. Главное, случайно, эту... Кружку не скинуть, потому что я без света играю. Так, ну поехали. Ещё 4 попыточки, чтобы выбить какое-нибудь снаряжение. Ну, изи-бризи тут, как бы. У противника просто нет шанса в первой башне. Что не скажешь уже о второй башне. Там боссы реально жёсткие. Особенно они пережестили, мне кажется, 60-м боем. Ни один из новичков не сможет пройти этот бой. О, 10-е слияние снаряжения для Джакса. Плюс отхил. Пойдёт, в принципе. Хотя бы хоть что-то полезное. Чем более, чем больше мы выбираем... Выбиваем снаряжение на десяточку, тем больше вероятность, что следующая карта снаряжения даст нам монеты. А, соответственно, монеты нам нужны, чтобы пропускать некоторые бои в испытаниях. Ну и чё это такое, объясни мне, игра? Чё это за загрузка такая? Так, чё-то меня это не радует. Неужели игра решила вылететь? Неужели у них опять какой-то баг? Нет, смотрите-ка, всё-таки прогрузилась. Ну, хоть это радует, окей. Так, поехали дальше. Мне бы на самом деле успеть башни пройти до того, как магазины закроются, потому что я хочу купить себе поесть что-нибудь. У меня сейчас дома только хлеб, поэтому одним хлебом как-то особо сыт не будешь. Хотел бы зайти ещё в магазин. Но сейчас, как я говорил, я начал записывать достаточно поздно, то есть уже после восьми вечера. Я надеюсь, что часа за два я всё-таки обе башни успею пройти и успею сходить в магазин до десяти, когда он закроется. Потому что в основном все магазины, которые, по крайней мере, поблизости меня находятся, они закрываются в десять. Есть, конечно, типа круглосуточные, но они далеко. То есть они реально далеко от моего дома, и мне придётся достаточно далеко идти ночью, я не хочу. Просто потому что мне лень далеко бегать. Так, против нас выходит последний противник. Блин, это дублёр ещё неприятно, так? Благо он подожжён и не сможет накопить себе на первый спецприём. А вот мы легко его сможем через блок убить даже с первого спецприёма, ибо урона у нас завались. Всё-таки скорпион-алмазка десятого слияния, как-никак. Карта поддержки для снаряжения для сержанта. Она тоже не прокачана, что ли? Ничего себе. Ну ладно. Давай уже. Чё-то как-то долго после каждого боя какая-то долгая загрузка идёт. Чё-то странно. Игра то ли подлагивает, то ли чё, то ли слишком высокая нагрузка на сервера. Может, все башни проходят или типа того. Но до этого вот раньше, как бы, сами бои, возможно, и дольше грузились, но вот после боя игра прогружалась достаточно быстро. А сейчас, значит, что-то вообще тупит после каждого боя. Это как-то странно. Ну ладно. Допустим. А, возможно, это знаете почему? Это, возможно, она так подвисает, из-за того, что карта снаряжения сохраняется, то есть прокачки снаряжения. После получения просто новых карт снаряжения обычно игра немножко зависает, а в башнях она, видимо, зависает ещё даже чуть подольше. Ну не зависает, а погружает, типа обновление коллекции, наверное, там, типа сохранение на сервер. Тем более, что они сделали так, что снаряжение нельзя читерным способом себе нафармить на аккаунт. И, типа, против читеров именно из-за этого тут, возможно, проходит какая-то двухэтапная проверка, и из-за этого она, типа, прогружает долго при обновлении коллекции каждый раз. Хотя, с другой стороны, да нет. Всё, наверное, так, как я и сказал. Но если выпадают души или монеты, то она не подвисает. Это можно, кстати, сейчас проверить. Если после этого боя мне выпадут монеты, она также будет долго грузить, тогда я не понимаю, в чём дело. Если же нет, то, скорее всего, при получении слияний на карту поддержки просто происходят некоторые подвисания. Неплохой урон, кстати, вылетает. С критов. Вполне такой... Хороший. Хороший дроп. Так, ну получаем с вами, собственно, четыре тысячи монет. Нормально, в принципе. Так, хорош. Чё дальше? Дальше у нас классический нубсайбот. Нет, смотрите, вот в этот раз я не получил ничего, кроме монеты. При этом не было такого долгого прогруза после боя. То есть, да, скорее всего, там проходит какая-то вне... Какая-то проверка на то, чтобы, типа, не накрутил ли ты себе чё-то там, не начитерил. Соответственно, из-за получения слияния на карты поддержки происходит, видимо, какая-то проверка. То есть, когда игра понимает, что у тебя как-то обновилась коллекция. Так, ну и, собственно, сейчас проходим с вами последний бой в этой башне. И будем потихоньку, получается, уже заканчивать прохождение именно этой башни. Начну проходить фаталку. Но это будет уже, конечно, в другом видео. Из чего можете посмотреть. Там у нас очень жёсткие боссы на шестидесятом бою. Ну, я надеюсь, я смогу их с одной попытки пройти. Ну, в смысле, не с одной, а со второй уже получается. Первый раз у меня не получилось пройти их с одной попытки. Я надеюсь, что во второй раз всё-таки получится. Там главное, по сути, Рейна добить каким-то образом по-быстрому. И будет всё зашибись. Так, получаем финальную награду. Чё-то у нас будет только не монеты. Ну, типа не монеты, но такой себе. Потому что у меня эта карта уже десятого слияния. И вот сейчас, видите, мгновенно загрузилась, потому что не обновилась коллекция. То есть я просто получил монеты. А если бы было слияние, то, возможно, опять бы подвисло. В общем-то, ладно. На этом тогда буду заканчивать. Вам получается огромное спасибо за просмотр. С вами был Ник. Удачи, до скорых встреч. И мы ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.